добрый день у нас сегодня выездное интервью мы находимся в юрмале чтобы побеседовать с писателем сатириком публицистом драматургом виктором шендеровичем добрый день вообще насколько мне известно для вас латвия очень хорошо знакома вот вашей книге изюм из булки вы пишите о своих воспоминаниях в детстве которые тесно связаны непосредственно с городом саукрасте вы пишете что вы там привели 10 счастливых лет и лет не плане единицы измерения времени а в плане времен года связи с этим расскажите с какими вы чувствами каждый раз к нам приезжаете возвращаетесь нашу страну ну конечно я я значит детство с 4 собственно с 4 кто 16 12 лет моя бабушка открыла соукрасте для огромного куста наших московских друзей и в лучшие в лучшие времена человек 30 наверное нас приезжала это родители их друзья дети родители значит семейная история и дружественная история 5-6 семей со всеми бабушками дедушками детьми сестры приезжалом и конечно это не это счастливое летнее время это незабываемое время из конечно с у красными связанность просто вот это летнее счастье ибо и память о бабушке дедушке но и первые исторические уроки я же был советский совершенно школьник и и первое представление новейшей истории они тоже связаны с какими-то историями из соукраст я очень долго был советским вполне советским мальчиком на уровне сталин плохой ленин хороший и вот такое взросление тоже связаны и то есть тоже в изюме сбоке несколько этих историй как и возвращающая в латвию разумеется с ностальгическими чувствами и пусть меня простят но я все равно я возвращаюсь как домой я я здесь знаю каждый куст я знаю порядок станции на на ветке да там и где звенья акцент для бабушки где-то сорняковая я не перепутал не перепутал поезда и конечно это с ну чем дольше живешь тем чем меньше остается впереди и тем ценнее то что было и постепенно начиная жить в таком ностальгическом мире и воспоминания в любом случае приятнее чем текущий пейзаж поэтому постепенно начинаю жить в воспоминаниях и латвия для меня рига и салу красный это конечно в том числе и прежде наверное всего это люди которые тут со мной были а тогда вы ловили себя на мысли что латвия несмотря на то что находила еще состав советского союза она отличалась сильно ну прибалтика как мы тогда это называли до советская прибалтика это всегда было немножечко за границей больше всех за границей был таллинг конечно ну по понятным просто даже географическим причинам ну и лак рижский хлеб да а также господи боже мой старость слова вылетела женой что нет ну бальзам рижский бальзам рижский я показал эти вот коричневый это был это был главный подарок и от конечно это была немножко европа конечно и мои рижские друзья которые потом появились и на них было написано даже на советских рижанах было немножечко написано что вы нас с собой не путаете все-таки мы мы немножечко да и да калдинж всегда играл иностранцев разумеется да и ви артмане всегда была немножко больше для соммерсета моэма чем для колхозницы какой-нибудь да для ролей это всегда немножечко чувствовалось я дружил с борисом розиным уроженцем риги он писал для значит юморист писатель сатири писал для хазанова и боря был он настаивал на том что он рижанин то есть это было это была часть идентификации безусловно его европейской идентификации хотя тогда мы так ну мы от него не называли словами но это чувствовалось это не требовалось не случайно и случайно в там уезжали уезжали в сторону на балтийское море да в сторону лучше жить в глухой провинции море не такая же глухая но подальше от цезаря да и довлатов и самойлов и веллер да туда туда к морю к морю подальше и это было это чувствовалось это чувствовалось не совсем советский союз и я уже говорил первые исторические уроки я писал об этом в изюмисбулке был чемпионат мира 66 года по футболу и моя болельщик а шестьдесят второго с 4 лет мальчишкой как-то подсел на футбол и мы с дедом ходили на пожарную каланчу в силу красных смотреть футбол между тем у хозяев у которых мы снимали стариков у них был телевизор и они тоже смотрели футбол и я спросил у деда почему мы не можем посмотреть и тут выяснилось страшно для моего маленького советского мозга они болели за за германию они не болели за советский союз и это для меня было вот я это помню как 66 год мне 8 лет я помню это как некоторый разлом башки к советские люди мысли о том что советским людьми они стали в возрасте примерно 45 лет судя по всему да а до этого были вовсе не советские и вся тема оккупации и так далее конечно это все пришло в сознание позже в поздние годы не в поздние там 90-х я дружил в последние годы александра моисеевича володина драматурга великого я дружил с ним и одним из его точек его стыда он вообще был способен испытывать стыд за всех нас это было и он каялся советские еще времена это рассказала дольф шапира который работал в рижском театре как володин в риге в советской риге вдруг начал каяться за то что в сороковом году он был солдатиком который входил в ригу он был оккупантом и в советской посреди советской латвии в застолье значит володин начал извиняться за то что он он не мог себе простить хотя он был невольным солдатиком так сказать рабом что он мог но вот это вот это постепенно все вот приходило а так конечно советский мальчик маленький оккупант и вот это не понимать русский говорить я помню я не понимал почему они не понимают хотя они понимают и понимать начал чуть позже конечно давайте тогда в сегодняшнее время принесемся и я прононсирую ваше выступление в юрмале вы приезжаете и будете общаться со зрителями в рамках проекта философия на воде у вас такая публичная дискуссия запланирована многие ваши коллеги приезжают в юрмалу в рамках своих гастрольных туров я сейчас говорю о россиянах не знаю в курсе ли вы не в курсе но в любом случае я веду в контексте наших зрителей вот этим летом как обычно традиционно максим галкин выступал в зале джинтере случился инцидент на его концерте когда среди публики находился провокатор один а максим галкин спустился к залу для того чтобы пообщаться с ними и обратиться к публике и один из людей в первом ряду купил билет там за эти 200 евро и сделал целью свое посещение концерта это вот публично оскорбить максима галкина хочу успокоить он не на свои деньги купил 200 я предполагаю вас в этого у этого и спонсоры вот но к чему я веду максим галкин отшутился послал зрителя вслед за русским кораблем эта история закончилась так а вот вы на своих выступлениях вы гастролируете часто вы сталкивались какими-нибудь такими провокациями такими проявлениями негативными и находится ли вы в ситуации все время осторожен не знает вот напряжение вы знаете что ну полтора года назад вильнюсе меня там кетчупом поливали да а но это опять таки это из той же кассы да я понимаю это был русский русский провокатор более-менее мне уже сюда в последнее время становится понятным и где где находилась кассов которые они все получали за работу это работа я вы знаете я не мне грех жаловаться я обогрет хорошим отношением к себе и дня не бывает что в варшаве где я живу что если меня там где-то узнают то чаще всего я встречаю так сказать тепло и благодарность в качестве равновеса я вовсе не считаю что меня все должны любить и можно относиться по-разному от моей политической позиции к тому что я пишу это на здоровье но я разделяю меня огорчает непонимание людей на понимание которых я вроде бы вправе рассчитывать меня огорчает глухота непонимания грубость то что война естественным образом понизила нормы да что легитимизировала хамство сделала мир черно-белым когда ты должен непременно до сказать за белых ты или за красных и никаких не может быть так сказать никакой полутонов а мы собственно отличаемся да от прайда львов и гиен до тем что все таки мы свои не свои и чужие не по не по биологии что мы не делимся вот так на львов и гиен там тех и других а то есть в общем делимся конечно но если другие водоразделы есть правила поведения меня огорчает когда эти правила поведения так выбрасываются в помойку и когда меня огорчает повторяю непонимание меня огорчает грубость а провокаторы знаете я к этому мне кажется научка мне кажется научился относиться не то чтобы философские но я понимаю что эта часть этого мира но есть люди которые ничем другим не самоутвердиться не заработать не могут они время от времени появляются но их не так много и это меня огорчает довольно мало но в связи с этим мы не стали осмотрительные вы знаете устал честно говоря это должны делать это должна делать приглашающая сторона то есть я если я буду если я зажмусь да если я тем более буду начнут не дай бог думать как чтобы мне такое сказать чтобы кого-нибудь не обидеть не не задеть чтобы не навлечь на себя но это как кто-то из великих сказал что с трусившие писатели это профессиональные профессиональные непригодность по-моему довлатов испуганный писатель профессиональной непригодности даже писатель я уже не говорю про сатирик вот я стараюсь не пускать такие вещи в душу стараюсь держать так сказать держать удар но повторяю мне грех жаловаться я не кокетничаю я так сказать любви и тепла получаю гораздо больше чем неприязни вот судя по вашим афишам который сейчас смотрю у вас запланировано выступление в нескольких городах европы вы будете читать свои тексты варшаве и вильнюсе амстердаме я думаю бессловно география намного шире его не ограничить столько европы и израиль и соединенные штаты вот я хочу спросить преимущественно русскоязычные зрители ходят на ваши мероприятия это иммигранты в основном или уже коренные жители европейских стран и вот чувствуется ли какая-то особая атмосфера меняется ли она от городу город что имею ввиду понимаете ли вы точно что ждать допустим от израильского русскоязычного зрители чем отличается от голландского у голландского от проверю в ближайшее время давно давно не был лет 12 не выступал в амстердаме а очень интересно когда вы сказали коренные коренные в каком-то смысле коренные потому что кому ко мне могут прийти люди которые живут в европе там 70 они 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 уже давно коренные и конечно юмор это вещь контекстная и если приходят либо слишком пожилые люди которые давно в так сказать вне российских реалий либо совсем юные которые не понимают где смешно в каких-то шутках про 90 незнакомые незнакомые слова да и знакомые понять в этом смысле да это больше от возраста зависит от образовательного ценза но в общем последнее время ко мне приходят уже люди которые знают на кого они идут то есть это не просто какой-то как раньше было там катастрофа юморист из москвы там да ладно афиш ты ты приходишь и взялись от люди которые ждут чего-то из разряда петросяна или там к в на а ты другой и они просто ошиблись залом и ты ошибся выйдя в этот зал но все-таки последние несколько пару десятилетий комп ко мне приходят те кто хотят видеть меня то есть они это значит что люди уже разговаривают на более-менее одном языке более-менее до контекст понимают из нового до когда появляются молодые люди и с уже таким традиционным для меня текстом вот моя бабушка такая ваша поклонница да там вот мои родители вас очень уважают то есть вот такое наследственное это очень приятно причем они сами не всегда понимают вот им там мне мама велела на вас пойти там да вот она там вот это очень любопытный новый опыт или наоборот повторяю приходят люди старше меня на десятилетие живущие 40 лет в европе и это уже это уже другой другой глаз другая совершенно вот я почему вот обозначил слова коренной вы сам сказали даже там 70-е годы берем уже считаем людей у века вот есть разница когда вы выступаете перед коренными жителями европы которые сохраняют культуру русскую сохраняют русский язык или непосредственно перед россиянами в россии россиян в россии я уже давно два с половиной года не в россии и несколько лет уже после крыма у меня были большие проблемы с просто мне не сдавали под меня не сдавали зал и да не они арендовали зал и отменяли концерт отменяли спектакли по моим пьесам и не пускали расслевать юношество значит в токийском университете у меня была лекция а во владивостокском не дали выступить там во владивостоке для меня как бывшего него из новоеврея это конечно очень смешно потому что я до там 30 с лишним лет не мог в болгарию поехать или в чехословакию да вот и таллин был самый западный такой значит а значит сейчас вот где угодно хоть до австралии хоть новая зеландия но только не не россия не белоруссия разумеется но тогда значит разница есть разница есть раньше вот я могу сказать так если там отсечка десятилетней давности раньше я отвечал так сказать вполне оптимистически от отвечал что разница нет что это те же самые люди что в нарьян мари что в сан-франциско это люди с теми же книжными полками за плечами выросшие под теми же книжными полками что я а значит они понимают меня значит они понимают мои отсылки да у нас единое представление о смешном и действительно так было если дать аудиозапись смеха то вы не угадаете раздался тот смех в бостоне да или в екатеринбурге это просто это те же люди просто эти уехали айти нет но последние годы когда я выступал время от времени удавалось выйти на сцену таких демократических российских залах вот скажем были новогодние концерты в кос в гостиничном комплексе там космос воскли где приходила демократическая публика которая помнила меня по телевизионным временам и я и там ну году это было в пятнадцатом шестнадцатом семнадцатом уже очень ясно услышал я услышал тишину я услышал напряжение я увидел как люди боятся смеяться что смех это проявление свободы смех так сказать симптоматика расслабления человека смеющийся человек не боится бою боящийся не смеется боящийся не смеется и я увидел испуганные глаза в зале я увидел глаза которые проверяют как как реагирует сосед можно можно ли засмеяться на шутку про путина или про россию да можно ли рассмеяться не будет ли тебе худо я уже не говорю о новейших временах где меня и нет и быть не может раньше просто было психологическое неловко сейчас могут просто донести вот вы сказали уже после крыма вас лишали публичных выступлений давали сцену вот насколько мне известно спектакль по вашей пьесе два ангела четыре человека еще вот в этом году шел где-то в сибири сибири в алтай страна большая очень долго идет сигнал в в алтае по понятным причинам они могли сделать они пытались в течение месяца сделать вид что они не заметили скандал который произошел в государственной думе когда глава комитета по культуре им польская устроила истерику в думском комитете по поводу того что второй год войны там третий год войны а пьесы шандеровичи идут почему я так понимаю идут много лет и успешно идут в табакерке 18 лет играли ангелов и ангелы довольно успешно шли по всей стране нет польши шли а в украине шли в киеве в одессе вот но а когда моя пьеса вполне политической восстановили в театре док это конечно было воспринято как пощечина потому что театр док еще такой вполне оппозиционный а я уже был давно иноагент и беглец и был скандал и вот тут дальше смешно потому что немедленно закрыть москва там все а в алтай еще месяца полтора они играли мою пьесу сделав вид что звук не дошел знаете большая стена и пока до алтая дошло но все-таки через полтора месяца кто-то стукнул кто-то написал и они были вынуждены закрыть этот спектакль они сделали это очень достойно в заявлении директора театра не было низ так сказать они отмечали что спектакль шел с успеха и прямо буквально написали что они вынуждены это сделать вот годы жизни драматурга шандеровича в отличие от самого шандеровича который еще живет 2001-2024 год значит 23 года мои пьесы шли хороший срок еще ряды я думаю будут я думаю будут были приятные воспоминания мая играл этуш потерпевшего гальдинера должен был отыграть театре вахтангова но театр вахтангова стер мою фамилию с афиши и это уж ты играл в антрепризе но все равно эту а это было совершенно замечательно незабываемо сейчас обозначили годы драматурга шандеровича я хочу про вас как прописать это поговорить вот вы ровно год назад выпустили книгу дневник иностранного агента это ваша первая книга которая была издана за рубежом не в россии и вот этот дневник судя по вашей ленте на фейсбуке он продолжается вы продолжаете вести записи значит это что будет продолжение ваших дневников иноагента просто я почему вы спросила вот эти вот повседневные записи которые потом вы собираете в целую книжку и наблюдаете за собой заново изучаете может быть не знаю не изучаете прикасаетесь к этим текстом которые вами писались ранее вы создаете вот если можно сказать такую ретроспективу и может быть вы уже становитесь наружным наблюдателем сами себя что я имею ввиду вот условно если вот это помню нашим зрителям чтобы покинули россию до начала полномасштабной войны в украине и если говорить про себя в этой вынужденной миграции и сравним виктор шендеровича образца 2022 года и версии текущей 2024 года что вы можете про себя сказать ну себя же не видно страны да я когда готовлю книгу и вот недавно новая книга который этот текст и за 40 лет так сказать изданная в братиславе братиславским издательством видим ну что есть протиславским это александр гаврилов который делал премию просветитель да в россии тоже все выгнанные вот только что была пражская ярмарка так сказать это все люди выгнанные из россии в разные годы замечательные люди книги издатели писатели и журналисты конечно когда читаешь старые тексты когда их складываешь подряд хронологически читаешь сам то это отпечаток твоего пальца да это это отпечатки по только они в отличие от отпечатка пальца не меняются это твой это портрет дариана грея немножечко да ты видишь как ты видишь собственные заблуждения ты видишь собственные надежды несбывшиеся или собственное отчаяние напрасно и вот не читаю вас что что писал 80-х годах там до абсолютно черные отчаяние ощущения абсолютного лузера и потерянной жизни до до каких-то новых времен оставался там полгода год это интересно это любопытно себя наблюдать любопытно пытаться увидеть со стороны но конечно самому человеку себя не видно и не должно быть видно от нас требуется я думаю требуется честная органичное поведение знаете я актер по одну не актер на театральный чек по первой специальности самое плохое что может случиться с актером это что он пытается представить как он выглядит в этот момент да это не твое дело как ты выглядишь ты должен решать свою задачу на сцене ты должен действовать ты должен быть собой ты должен быть органичным а уж как как ты выглядишь для этого есть специальные люди поэтому я стараюсь не не очень не очень там когда гать публичный образ вот это вот да вот это вот статуарность да хорошо ли я выгляжу даже больше про и рефлексии наверное а рефлексии да так она так это и есть моя работа собственно моя работа публицистической по крайней мере заключается именно в том и я об этом несколько раз говорил что это единственное что я обе что я обязан у меня нету я не политик у меня другие задачи у меня нет задачи расширить электорат я не задачи всем понравится задача политика на понравится этим но не разонравится тем сгрести под себя побольше 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 да и выиграть эта задача политика максимально понравится макс там чтобы выиграть выборы у меня у меня задача единственное говорю что я должен вам дорогие читатели это я должен быть честным вот это я обязуюсь, что я не буду говорить то, чего я не думаю, что я не буду врать, что я не буду пытаться вам понравиться и говорить то, что я на самом деле там не читаю. Стараюсь. Иногда это требует не то чтобы мужества, но может быть мужества каких-то усилий, потому что я в какой-то момент, мой мозг и моя душа приходят к выводам, которые заведомо, я понимаю, будут непопулярны. Я получаю плеухи с обеих сторон. Военное время, которое обострило нервы, я получаю плеухи за то или другое, одновременно оказываюсь в списке миротворцев в Украине и в иноагентах в России. Я враг нескольких государств, понимаете, выясняется. Ну да, что поделать, но единственное, что я должен, это говорить то, что я думаю. А дальше выбор за читателем. Читать меня не читать, соглашаться не соглашаться. Мы когда-то после начала большой войны в Украине, март месяц это был, если мне не изменяет память, с вами говорили после уже вашего отъезда, и вы тогда сказали, вот я процитирую, чтобы не соврать, что это не переезд, не иммиграция, это бегство. Вы сказали, что бессмысленно что-то вообще планировать, и вы не сможете еще предугадать свои события ближайшего будущего, что вы просто не знаете, как сложится ваша жизнь. Насколько я понимаю, тогда вы жили в Польше, после Польши уже сменили свою страну проживания. Нет, нет, нет. Нет, вы до сих пор живете в Польше? Нет, я живу в Польше, давайте я про это расскажу. Я, конечно, мои условия, это было бегство, иммиграция это другое, иммиграция это нормальная вещь в мире в 21 веке, да не в 21, в 19 еще, да. Человек поехал жить не там, где родился, это совершенно нормально. В моем случае это было бегство, я 30 декабря 21 года обнаружил себя в один день не на агентом и фигурантом очередного подсчета уголовного дела, и адвокаты мне сказали, что уже времена новые, хотя это было довоенные времена, но уже до суда на свободе я не доживу, уже домашний арест как минимум, а то и СИЗО, и я остался 30 декабря 21 года. Это, конечно, бегство, конечно, бегство. Условия моего бегства по сравнению с тем, что случилось с сотнями тысяч россиян, не говоря уже об украинцах, да, после начала войны, это, конечно, очень бархатные условия. Дело в том, что моя дочь давно живет в Польше, я дедушка двух поляков, вот, естественно, я просто остался, я просто остался в Варшаве, неподалеку от дочери и внуков, и в этом смысле, в этом смысле у меня все благополучно, насколько может быть. У вас горизонт планирования увеличился? Нет, 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 нет. Он, я скажу так, когда началась война, то какой-то внутренний голос, как в анекдоте, сказал мне, что это года на три. Вот почему-то такой срок возник, что через три года я, наверное, смогу вернуться в Москву. Этот сюжет завершится за три года. Тогда мне казалось, что Путин столько не проживет в этом новом статусе. Я, к сожалению, ошибался, я был оптимистом вместе с очень многими. Кстати, когда я тогда называл три года, все говорили, что я пессимист, что до осени он не доживет, там, за год. Нет, мы видим, мы видим, что все это может затянуться на десятилетие. Для истории это, так сказать, вполне нормальная погрешность. Ничего не планирую. То есть я многое планирую. У меня, как говорится, ЕБЖ, как Толстой писал, если буду жив, то до конца мая я сейчас знаю, где я буду каждый день до мая. Ну, более-менее расписаны планы. При этом я прекрасно понимаю, что я могу очень скоро оказаться, так сказать, очень скоро ты можешь рухнуть, а может не рухнуть, а может никогда я не увижу Москвы, Петербурга. Я стараюсь об этом не думать. Горизонт планирования, так сказать, очень небольшой. А главное, не позволять себе надеяться, потому что обрушенная надежда очень выгоняет в депрессию. Поэтому есть, я сам себе придумал довольно плотный график работы, есть у меня обязательства, есть эфиры, есть тексты, есть новые книги, есть лекции. Я сам себе придумал довольно плотный график именно для того, чтобы Погорину из формулы любви погоня – это хорошо, когда уходишь от погони, и на что другое нет времени. Я ухожу в этом смысле от погони, от драматических мыслей, от отчаяния. Делай то, что должно, я пытаюсь делать то, что я могу, и этим занимаю свою жизнь. Мы сейчас больше поговорили про вас, но не могу с вами не поговорить про актуальные события, то, за что вас любят, за ваш быстрый ум и острое слово, когда вы обозреваете происходящее. Говорите, девушка, говорите. Да, да, да. Да, я не знаю, нашим зрителям расскажу. Вы регулярно появляетесь в текущем моменте на канале Ходорковский лайф и, в принципе, обсуждаете происходящие актуальные события. И вот не могу у вас не спросить, вы уже, конечно, прокомментировали нашумевшее расследование команды Навального ФБК, вот в котором бывший топ-менеджер Юкуса Леонид Невзин обвиняется в заказе и покушении, нападении на Леонида Волкова. И это расследование, которым еще предстоит разобраться следственным органам, как я понимаю, Литвы, она уже заявила о том, что будут проведены соответствующие действия и, может быть, других стран. Но вот это расследование бросает тени на Латвию, где были в том числе упомянуты и наши правоохранительные органы, и наша судебная система. И бросает в том числе тень и на Михаила Ходорковского те СМИ, где вы регулярно появляетесь. Вот сам господин Ходорковский уже высказался, сказал, что вот обвинение считает ФСБшной провокацией. И хочу вас спросить, что вы думаете о публикации ФБК, где достаточно много таких вот мелких деталей и высказывались и крупнейшие расследователи? И Христа Грознев дал уверенность, найдется 7%, что это дополнительные аутентичные переписки. Ну смотрите, я только это, видимо, и комментирую последнюю неделю. Вынуждены буду немного повториться. Это два разных сюжета. И когда меня спрашивает журналистка там в Праге, я спрашиваю, вы за кого в этой истории? Это совершенно детская постановка вопроса. Я против тех, кто заказывает нападение, значит, заказывает переломать своему политическому оппоненту руки-ноги. Я против тех, кто клевещет и провоцирует и занимается подлогами. В том, что касается истории с заказом, да, с обвинениями в адрес Кевзна, этим должна заниматься, так сказать, прокуратура и следствия органов трех государств, где хотя бы теоретически есть, по крайней мере, будет констатировать там полиция, независимая прокуратура, и можно надеяться на внятые результаты. Это, собственно, уголовная расследовательская часть истории. Я хотел бы, чтобы тот человек, который заказывал нападение на Леонида Волкова, был найден и наказан. Не взгляд это или не взгляд. Это ясная история. Вторая тема. Судя по всему, у следствия будут большие сложности, потому что судебных перспектив особенных у этого дела нет в силу большой специфики материалов этого дела. Все это мутные источники, которые очень хороши для публицистики и очень плохи для суда. Все говорят о сомнительных судебных перспективах. И вот здесь очень важно, что есть этическая сторона вопроса, репутационная сторона вопроса. Я уже говорил об этом. Не то чтобы осадок-то все равно останется, но чтобы хотя бы ложечки нашлись по анекдоту. Мне кажется, что Леонид Невслин должен предпринять большие усилия для того, чтобы очистить свою репутацию. Если это не он, то именно Невслин является самым заинтересованным в этом расследовании. И вот по усилиям в этом направлении мы, собственно, что-то сможем понять. Повторяю, есть юридическая сторона вопроса, есть репутационная. Юридическая очень часто с репутационной расходятся. Ни Герцог Альба, ни Сталин, ни Путин юридически ни в чем не виноваты. Нет решения суда по Сталину. Значит ли это, что он не преступник? Да нет. Это только означает, что есть огромный зазор между юридическим и сутью дела. Поэтому, что касается репутации Невзлина, это его интерес ввести полную ясность, а не говорить, что ручки вот, материалы потеряны и так далее. Это что касается Невзлина. Что касается ФБК и Ходорковского, это отдельный сюжет, который кажется мне очень позорным, но не для Ходорковского, а для ФБК. Потому что со времен фильма «Предатели» стало понятно, что идет зачистка территории, что ФБК занимается устранением политического конкурента. И Ходорковский, если даже предположить, что это Невзлина, основания для этого есть, то Ходорковский явно совершенно притянут тут за уши. И политическое противостояние с ФБК, и заказ переломать руки-ноги там Волкову, это вещи совершенно разные. И когда они в своем расследовании пишут просто черным по белому, что Ходорковский и Невзлина одно и то же, то это тяжелый подлог. И это, конечно, наносит сильнейший удар вся эта история по нам всем. Это третья тема, но самая важная для нас всех. Дело в том, что для большого мира, который не различает Каспарова от Волкова, Ходорковского от Невзлина, меня от Каспарова, которому это все в общем по большому счету по барабану. Вот есть русский, общий знаменатель, вот есть русская оппозиция, российская оппозиция. Это словосочетание эмоционально чем-то наполняется. Слова, знаки наполняются содержанием. Серпомолот когда-то был знаком борьбы за права трудящихся. Прошло несколько пар десятилетий совка, это стало ассоциироваться с ГУЛАГом, с войной, ложью и так далее. Знаки наполняются содержанием. Огромные усилия замечательных людей, многих, десятков людей, тысяч людей, чтобы объяснить Европе, тоже не весьма не весьма совершенные в этом ментальном отношении, что нельзя бить по паспорту, что двуглавый орел на паспорте не означает твоей поддержки Путина, что мы заложники, которые пострадали от Путина сильнее чем вы и гораздо раньше, что нельзя искать один общий знаменатель нравственный для Карамурзы, Яшиной, Кадырова и Пескова, а у всех одинаковые паспорта, что сотни тысяч россиян, которые бежали от Путина, это люди, которые никогда не голосовали за Путина, которые теряли работу, которые были в черных списках, которые сидели в тюрьмах, ходили на демонстрацию, которым ломали руки-ноги, что надо это разделять вещь. И это многолетняя работа, которая ведется очень тяжело и с очень переменным успехом. И не сказать, чтобы я был в восторге от текущей политики, так сказать, европейских, в частности, балтийских государств в этом отношении. Права человека, про Христа давно забыли, да, про права человека не вспоминают очень часто. Политика, кажется, мне вполне двусмысленной, признаться. Ну, конкретно, понимаете, когда на Тартовский фестиваль, так сказать, не пускают Ленор Горалек, гражданку Израиля, уроженку Украины, вся вина которой заключается в том, что она пишет на русском языке, когда увольняют профессора Десницкого из Вильнюса, потому что он десять лет назад назвал то, что принято считать оккупацией, назвал аннексией, основываясь на десять лет назад, который против Путина, против оккупации, против аннексии, против Сталина. А потом выгоняют его жену, просто потому, что она его жена. Я осторожно спрашиваю, а что у нас, мы в каком веке, что у нас там с правами человека, что у нас вообще с логикой. Все это происходит в то время, когда родные и близкие кролика, так сказать, прекрасно торгуют, да, европейцы прекрасно торгуют с Путиным. Война ведется на западные деньги, которые покупает Запад. Это отдельная тема, я про нее часто говорил, про эту двусмысленность, да, эти санкции. Вы знаете, как выросла торговля стран Балтии со Средней Азией за время войны? А сколько? Исчисляет это десятками тысяч раз, Алена. По-русски говоря, страны Балтии торгуют с Путиным через всякие среднеазиатские, таджикские айфоны в Москве появляются. Все все понимают, идет в полный рост обход санкций торговля с Путиным. Вот он приехал к Алиеву, договорился, что Алиев торгует газом с Европой, а Путин торгует газом с Алиевым, что кто-нибудь не понимает, что это обход санкций. Все все понимают. При этом удар наносится, да, по просто каким-то бесправным, совершенно маргинализированным обладателям русского паспорта, которые виноваты в том, что у них тот же орел двуглавый, который у Путина, у Кадырова, у Пескова. Это все отдельная печальная тема. Возвращаясь к нашей теме, мы два с половиной года пытаемся докричаться, достучаться, сказать, ребята, мой российский паспорт не означает, что я поддерживаю Путина. Различайте нас, да, права человека, да, и так далее, и так далее. Христос, в конце концов, не Снельна, не Иудея. Давайте мы будем отвечать за себя, а не за форму носа и рисунок на паспорте. И, конечно, в этой ситуации вся эта история для десятков, сотен миллионов людей означает только одно – они там все одним миром мазаны, они там все бандиты, все бандиты. Подозрения вполне обоснованные в адрес Невзлина – кидают огромную тень и просто как, да, вышибают, как в городках, значит, всю эту тему для огромного количества и просто для Запада. И это все, конечно, аукнется нам очень сильно. Это все, мягко говоря, печальная история. Но я часто говорю, что наше дело – расплетать эти веревочки. Надо пытаться распутывать эти веревочки, эти узелки. Это трудно делать, но это нужно делать. Мы бесконечно говорим о том, что в России подавляют свободу слова. Вот скажите, а есть ли у вас страхи за свободу слова в мире в целом, учитывая общие тенденции, я говорю, и про ежегодные отчеты репортерам без границ, которые говорят, что за десять лет свобода слова упала, как никогда раньше, ну и прочие-прочие-прочие тенденции, которые об этом сигнализируют. И речь не только про журналистов и про прессу, она в том числе выражается и в режиссерах, и у писателей, и у книгоиздателей. Ну, мы видим, мы видим небольшую путаницу, как мне кажется, большую путаницу в понятиях. Большую путаницу в понятиях. И как то, что прекрасно называется, как называется, да, культура отмены на западе. Кенсатология. Новая этика, да, культура отмены. Понимаете, для западного уха это все звучит очень благородно. Во имя прекрасных каких-то правильных, либеральных, прогрессивных идеалов запретить тем, кто не соответствует этим прогрессивным идеалам. Дальше я вспоминаю отрывок из пьесы Володина «Две стрелы», там, детектив каменного века, такой, пещерные времена. И вдруг выяснилось, что не всем не должно доставаться всем мясо поровну. И военачальные говорили, что достойнейшие должны получать больше. И кто-то из народа спрашивает, а кто будет решать, кто достойнейший? Он говорит, достойнейшие и будут решать. Так вот, для западного уха культура отмены звучит очень благородно. Но у меня, советского человека, загорается большая красная лампочка с диким сигналом тревоги, с дикой сиреной. Потому что всю свою молодость я провел в культуре отмены. И мы не имели права говорить, потому что мы против, о, конечно, благородной идеи. Ведь строительство коммунизма, разве это плохо? Значит, если ты против строительства коммунизма, то должен, как минимум, зашить себе рот. Ребята, я уже молчал во имя благородной идеи. И я твердо для себя знаю, что любые осложнения, перегибы, злоупотребления, свободы и слова, гораздо менее опасны, чем злоупотребление в контроле. И если мы сравним страны, как Францию, где Шарли и Бдо, вообще никаких границ, любое, ни одной священной коровы, все что угодно, ни одной торжествующей эстетики, ни одной, все, да, Рабле, Вольтер, слава богу, заложили вот традиции, да, все что угодно, абсолютное, священное право. Если мы сравним злоупотребление свободы и слова с какой-нибудь Северной Кореей, Туркменией, Белоруссией, Россией и так далее, мы увидим, что злоупотребление контролем гораздо опаснее. Злоупотребление контролем всегда объясняют себя благородными идеями. И это всегда смертельно опасно на выходе. Поэтому для меня эта культура отмены вещь чрезвычайно негативная. И да, торжество, и тау, рты залепляются. И да, мы видим увольнение фактической иллюстрации, просто за, да, запрет на изложение, просто на свое мнение, на свое мнение, потому что оно признано заведомо вредным. И вот это у меня, повторяю, красная лампочка и сигнал тревоги. И да, разумеется, злоупотребление чудовищно понизилось на наших глазах, уровень, уровень свободы слова. Но тут надо только понимать, да, баланс. Потому что с одной стороны, повторяю, есть злоупотребление, и мы должны просто видеть и общий план. С одной стороны, есть, так сказать, какие-то странные, там, репертуарная политика Цукерберга, да, с модерацией Фейсбука. Но с другой стороны, да, с другой стороны, мы должны понимать, что есть, там, Путин и Рамзан Кадыров. То есть, все-таки это не надо путать. Я думаю, что, надеюсь, что у западного мира найдется, так сказать, время и силы и инструменты для того, чтобы, так сказать, из этой синусоиды выйти куда-то наверх. Давайте завершим наш разговор. Все-таки возможность уговорить. И у вас возможность такая предоставится. Вот чем вы порадуете? Вы знаете что? Вот мы с вами уже много-много времени потратили опять привычно. Но я понимаю, что это рефлекс на меня, да, про политику, про войну, про Путина, про то, про сего. Только малую часть, кстати. Да, да, да. Вот. Но тем не менее, здесь мы, поскольку замечательное название, это философия на воде, замечательный формат возможной беседы, я решил, что это не будет традиционное просто чтение текстов, да, что есть возможность почитать стихи, порассуждать. Или если я буду читать тексты, обязательно буду, то не те, которые я читаю обычно, это не будут политически заточенные тексты. Это будет с уклоном в объявленную философию. Это будут какие-то новеллы или какие-то рассказики, да, какая-то короткая проза или стихи. Стихи, надеюсь, почитать не только свои, любимые стихи. То есть вообще я хотел, чтобы этот вечер прошел, в таком нормальном, ни за, так сказать, ни нервном, ни сбитом дыхании. Я хочу, чтобы мы посидели, поразговаривали в хорошем пейзаже, повспоминали хороших людей, почитали хорошие стихи. Я надеюсь на какую-то такую атмосферу. Я, честно говоря, сам устал немножко от непрерывного комментария политики. Так что я надеюсь, что я тоже отдохну в этот вечер. Это официальщик разговоров в душах? Ну, конечно, никакой официальщины у меня и нету, и быть не может. Я никого, кроме себя, не представляю. Но, да, разговор по душам. Тем более, что я знаю, что придут какие-то люди, с которыми явно можно поговорить по душам. Тогда ждем всех. Я вам желаю насладиться этой летней погодой, которая сейчас правда наблюдается у нас в Юрмурле. Ну, и как долго вы здесь будете? Какие ваши планы? Отдыхаете, гуляете? Я гуляю последние денечки. 20-го я лечу в Варшаву. 21-го концерт в Варшаве, 22-го концерт в Амстердаме. И далее везде. Далее слово «нова» в Черногории. Я уже говорю, я пытаюсь совмещать жизнь с работой. В случае со словом «нова» это опять будут, как и вчера в Риге, замечательные люди, которых я давно не видел. Это все места встречи. И, кстати говоря, это был, может быть, главный мой внутренний повод приехать в Ригу. Это прийти на спектакль к Чулпан Хаматову и Максиму Суханову и увидеть там, предсказуемо увидеть десятки людей, по которым я соскучился. Мы разбросаны по всему миру. И вот иногда видим друг друга и собираемся вот в таких хороших местах. Спасибо вам. Хорошего и отзывчивого зрителя. Спасибо.